МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Неолимпийский грепплинг. И в Рязани живут мастера этой борьбы. Удачное выступление рязанских легкоатлетов и юных бойцов универсального боя на российских соревнованиях. Подробности в программе. Грациозные, ловкие, красивые. Рязанские художницы показали мастер-класс. Ну а теперь обо всем подробнее. Начинает нашу программу еженедельный обзор спортивных соревнований и выступлений рязанских спортсменов. С 3 по 7 июня в городе Медынь Калужской области состоялось первенство мира по универсальному бою среди младших юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, в том числе спортсмены из Украины, Сирии, Финляндии и других стран. В сборной команде Рязанской области выступило 9 спортсменов из Паска, Сасова и села Поляна Рязанского района, которые завоевали 7 медалей первенства мира, 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. 6 июня молодежный состав Рязани ВДВ одержал первую победу в сезоне в рамках первенства дублирующих составов клубов высшего дивизиона. На своем поле подопечные Марии Брылевой одолели сверстницы с Саранской мордовочки со счетом 2-0. Первый тайм, впрочем, вышел сухим. На Саранчанке получили от наставников задание свести к минимуму количество ударов по своим воротам, поэтому старались изо всех сил. Однако прямо после перерыва футболистки Рязань ВДВ забили гол. Дарья Хохулина вошла по левому флангу в штрафной площади, точно пробила в ближний угол. Через 10 минут Анна Беломыцева ударом головой двоила счет. После этого Рязанки создали пару-тройку опасных моментов, но воспользоваться ими не удалось. С 3 по 6 июня проходил 15-й чемпионат в СИН России по стрельбе из боевого оружия. В этом году количество участников соревнований было рекордное – 58 команд, 400 спортсменов. На протяжении трех дней все они в упорной бескомпромиссной борьбе выясняли, кто достоин почетного звания сильнейшего в уголовно-исполнительной системе, выполняя упражнения на курсе стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова. Победу среди образовательных учреждений в СИН России вновь одержала команда Академии. Второе место – Владимирский юридический институт, третье – Воронежский институт. С каждым годом результаты все лучше и лучше, и подтягиваются. Многие наши выпускники выступают сначала за команду Рязани, Академии, приезжают в территориальные органы, и там начинается неплодотворная работа, и они приезжают уже с своими командами. Команда Академии, она всегда выступала хорошо, очень хорошая школа подготовки спортсменов. Среди территориальных органов победителем стала команда УФСИН России по Республике Мордовия. Команда УФСИН России по Ульяновской области заняла второе место. На третью ступень пьедестала поднялась команда УФСИН России по Саратовской области. Что такое грепплинг и в чем его эффективность? В последнее время большую популярность во всем мире все больше завоевывает борьба в портере до сдачи за счет болевых и удушающих приемов. А чемпионаты по грепплингу собирают огромное количество участников и зрителей. Грепплинг Грепплинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин лишь с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Надо отметить, что в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование, как например в вольной и греко-римской борьбе, либо получение очков за определенное количество бросков и других технических действий, как в дзюдо или самбо. Стремление же закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема это и есть основная особенность грепплинга. Другой отличительной чертой этого вида борьбы является форма. Одежда спортсменов состоит из шорт и рашгарда, то есть обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом. Важно, что экипировка должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества. Грепплинг в Рязани пока еще является довольно экзотическим видом единоборств. Между тем, в нашем городе проживает чемпион России по этому виду спорта Роман Гавриков. Это высокое спортивное достижение он завоевал на чемпионате в Самаре, проходившем в конце марта. По его словам, сам он выходец из греко-римской борьбы, однако травма колена поставила крест на продолжение карьеры. И после некоторых спортивных поисков Роман узнал о новом направлении – грепплинге. Грепплинг вообще симбиоз такой видов единоборств, где разрешает минимум, минимум ограничений, то есть фактически все болевые удушающие, за исключением которые ведут угрозе жизнедеятельности спортсменов. Ближе, конечно, это к бразильскому джиу-джитсу. То есть, в принципе, что мы видим, что у нас, если взять смешанные единоборства, в основном доминируют сейчас бразильцы. То есть была такая дисциплина бразильской джиу-джитсу, вроде не было слышно, не видно их, а когда произошел подъем именно смешанных единоборств, бразильцы все вышли и получил такой большой, скажем так, большую популярность изначально в микс-файте и затем как отдельная дисциплина. По мнению многих атлетов, занятия греппингом делают человека высокоустойчивым в борьбе, учат использовать не только ноги или руки, а бороться всем телом. Также возрастает выносливость и сила, человек приобретает отличные физические кондиции и, что немаловажно, преимущество в борьбе с представителями других боевых искусств. С недавнего времени в борцовские секции стало хорошей традицией приводить детей уже с раннего школьного возраста. По словам спортсменов, заниматься же греппингом желательно только после получения хорошей борцовской базы. Заниматься можно, конечно, именно греппингом с самых маленьких лет, но лично мое мнение, конечно, лучше, наверное, все-таки у нас есть замечательные наши традиционные виды спорта, олимпийские виды спорта, у которых очень хорошая база, что, в принципе, доказывает тот же чемпионат России, где вот я боролся. Греппинг, по мнению многих борцов, вряд ли когда-либо станет олимпийским видом спорта. Из-за этого обстоятельства этот интересный и зрелищный вид единоборств не будет, скорее всего, иметь государственной поддержки, потому уже сейчас складывается определенный дефицит тренерских кадров. Впрочем, выступление рязанских грепплеров на недавно прошедшем чемпионате России можно назвать весьма успешным. Наши спортсмены завоевали семь медалей разного достоинства, а трое – Роман Гавриков, Мария Дерганева и Евгения Чернощекова – прошли отбор в сборную страны, в составе которой они представят Рязанскую область на чемпионате мира в ноябре. Гибкость, пластика и грация. Нет, речь идет не о болеть или современных танцах. Все эти нужные физические качества развивает художественная гимнастика. Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Причем вид спорта этот довольно молодой. Появилась она благодаря мэтрам балета Великого Мариинского театра и быстро завоевала мировое признание, став очень популярным видом спорта. А к олимпийским видам спорта гимнастика присоединилась в 1980 году. В разное время олимпийскими чемпионками были Марина Лобач, Яна Батыршина, Екатерина Серебрянская, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина. Художественная гимнастика уже давно является одним из самых популярных видов спорта в нашей области. И что важно, нам есть чем похвастаться. Наши землячки выигрывали чемпионаты мира, Европы, России, многочисленные кубки и первенства спорта обществ. Наталья Белкина, Дарья Королева, Татьяна Сергеева, Яна Луконина. Это список только настоящих звезд, рязанских воспитанниц, завоевавших высшие награды на крупных соревнованиях. Копилки спортивных наград пополняются постоянно. Наши девчонки всегда показывают класс на всевозможных соревнованиях. Сколько тебе лет? Уже 12. Как давно ты занимаешься художественной гимназией? Я занимаюсь с 5 лет. Мы шли мимо зала, и мама спрашивает, хочешь, да? Я сказала, хочу. Это была любовь с первого взгляда? Да. А вот расскажи про соревнования, с которых ты вот-вот только вернулась. Ну, я была в Чехии, в Праге. Они, ну, были серьезные, сильные. Вот. Ну, я там делала два вида. Мячик и булавы. Ты сняла первое место? Да, я сняла первое место. Нам подарили грамоты, медали, диплом за участие, кубок. Какие у тебя были ощущения вообще от этого первого места? Ну, как обычно, какая-то радость. То есть ты привыкла к этой радости, для тебя это уже не неожиданно? Да. В художественную гимнастику дети приходят рано, обычно в 4-5 лет. В этом возрасте мышцы и связки еще пластичны, легче поддаются растяжке. И если этот вид спорта захватывает, то начинается другая жизнь. Совсем не такая, как у сверстников. Хорошая гимнастика тем, что у нас женский вид спорта, у нас нет мальчиков, мы как-то отделены. Вот у нас своя группа, мы и в лагерь ездим, и на соревнования все это, и мы отрываем их от мамок, приучаем их самих уже с детства и причесываться, и одеваться, и умываться, и правильно питаться. И все, у нас просто девочки как бы ко взрослой жизни более подготовленные, быстрее подготавливаются, потому что они уже с 10 лет самостоятельные, даже с 8 лет. У нас девочки уже на соревнования уезжают с 8 лет, без мамок, без папок, и ничего, не плачут, им все нравится, они дисциплинированные. Художественная гимнастика – это безумно красивый, но жестокий вид спорта. Пластика, гибкость, поразительная растяжка и точеные фигурки. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой гимнастки выполняют упражнения, как и любой спорт, это прежде всего тяжкий труд. Улыбка, на разворот плеч, наклон головы, каждое жесто – все здесь выверено, красиво, уверено. А вот чтобы так в итоге получалось, тренироваться приходится каждый день по несколько часов. Сколько тебе лет? 11. А сколько ты уже лет занимаешься художественной гимнастикой? 6. 7. А почему решила заниматься? Ну, мне понравилось, я пошла, и были результаты. Скажи, пожалуйста, это очень физически тяжело, или ты привыкла? Ну, я уже привыкла. А что самое главное в этом виде спорта, как ты считаешь, вот чтобы побеждать в нем? Ну, надо стараться, трудиться, стремиться к этому. Как часто ты занимаешься, тренируешься? Каждый день. А сколько часов? По 5-6. Время, как известно, меняет все, а меняется и художественная гимнастика. Сейчас, например, запрещены многие опасные элементы. Тренеры, по словам Ольги Пучковой, стали гуманник своим подопечным, а костюме стали еще красивее. Каждый олимпийский цикл меняется, меняется гимнастика. Сейчас она более такая доступная стала гимнастика, так как убрали очень много рискованных элементов тела, которые могут травмировать это забедренные суставы и спину. Вот, их просто категорически убрали из этого. И вставили больше танцевальных дорожек. Теперь у нас девочки танцуют как можно больше. Чем они больше танцуют, тем у них даже больше оценка. Поэтому мне нравится, что именно сейчас такая гимнастика, она яркая такая. Еще разрешили с голосом. Можно под песню петь, как в фигурном катании. Одно упражнение. Получается очень много песен. Особенно для детей детские песенки. И дети под них развиваются, танцуют. И получается соревнование как праздник. Такой, знаете, концерт. Теперь больше красоты, танцев, движений и предметов. Они занимаются с самых ранних лет, превозмогая боль и слезы. Рано становятся взрослыми и самостоятельными. И уже в 17 подумывают о том, что, возможно, пора тренировать уже подрастающее новое поколение юных граций. Я с пяти лет занимаюсь художественной гимнастикой. Лет, наверное, в 10 перешла в локомотив тренироваться. Пыталась сразу же ездить на разные соревнования за границу. По России очень много посетила разных стран, много чего увидела. Вот недавно выполнила мастера спорта. В принципе, 17 лет – это уже потолок для художественной гимнастики. Нет. Ты планируешь дальше заниматься? Ну, хотелось бы. А тренерская работа какая? Ну, вот сейчас помогаю, пока есть свободное время летом, помогаю нашим тренерам. Ну, и, может быть, в дальнейшем свяжу свою жизнь со спортом. Грациозные, ловкие, красивые. И сколько бы лет они не посвятили художественной гимнастике, правильная осанка, хорошая фигура и гордо поднятая голова – это на всю жизнь. Они всегда будут шикарно снасывать, красиво двигаться и чувствовать себя уверенными. А это, согласитесь, дорогого стоит. Ну, сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Субтитры подогнал «Симон»!